добрый день на канале роспапа g2 сегодня я хочу выпустить необычное видео дело в том что случайно разбирая завала на моем винчестере я обнаружил очень старую статью формате pdf которая была написана в далеком 2007 году для журнала мир пк евгением неверова и она была посвящена выходу фильма один день без войны в рамках конкурса авиасим видео 2007 вот эта статья наверное поможет понять моим зрителям отчасти как это создавался этот фильм кто были участники и как это все происходило вот и так вот эта статья пожалуй одна из самых долгожданных работ создававшаяся на протяжении более полутора лет с помощью авиамитатора ил-2 штурмовик наконец-то завершена и представлена внимание у зрителей в рамках конкурса авиасим видео 2007 главное отличие этого проекта от всех виденных ранее в том что это не просто видеоролик или небольшая зарисовка а полнометражный анимационный художественный фильм сюжетной линии актерами и диалогами основа для данного фильма помимо авиамитаторов ил-2 и лакон стала еще и игровая компьютерная программа movies питера мулинья позволяющая виртуальной киностудии создавать персонажей и сцены с их участием будущий автор один из старейших и уважаемых пилотов виртуальной истребительно-штурмовой авиадивизии рос полковник виртуальной авиадивизии рос папа джа-2 а в миру сергей леонтьев задумал с помощью этой программы ил-2 создать художественный фильм вот так вот громко вот мы тогда отжигали был тогда я полковником идея недолго оставалась на полке и вскоре воплотилась в действие сложность реализации задуманного состоял в том что набор сцен доступных программе movies крайне ограничен и автору при написании сценария приходилось отталкиваться именно от их содержания и подгонять сюжет под него а не наоборот переделали сцены ориентированы на съемку боевиков и ужастиков голливудского типа под фильм о судьбе летчика времен второй мировой войны да еще и на восточном фронте было довольно непросто сцены выискивались по принципу на что это похоже и чем это можно заменить так постепенно с оглядкой на возможность программы вырисовался сюжет здесь вставали проблемы полного отсутствия реквизита и костюмов приходилось создавать и вводить в по оригинальный антураж и рисовать элементы пейзажей интерьера помещений труд длительный и очень кропотливый по ходу съемок проекту подключались люди нашедшие возможность помочь озвучивали роли переводили тексты создавали реквизит помогали в работе с видеоредакторами снимали сцены воздушных боев изыскивали представляли архивную информацию исторического плана в итоге собрался целый коллектив приложивших руку основной состав которого составили конечно же пилоты мешат роз вот ссылка на вот скорее всего действующим здесь она в статье конечно нет и разумеется фильм не обошелся без музыкального сопровождения практически вся музыка к нему была написана исполнена иркутским композитором и музыкантом максимом соболевым ну еще раз ему спасибо максимум здесь вот ссылка на его сайт максим глубоко погрузился в атмосферу по многу раз пересматривал передаваем сюжеты вникал в суть и пытался прочувствовать каждый момент в итоге им было написано целых 14 композиций не все они правда вошли в окончательную версию моих можно загрузить вот этой странице тоже ссылка возможно действующая я не проверял сюжет ролика довольно прост автор стремился показать в общем-то вполне обычную судьбу военного летчика и хотя возможно именно такая история в действительности и не произошла отдельные эпизоды вполне могли иметь место в реальности воздушный бой прыжок с парашютом жизнь партизанском отряде и любовь потом разлука и снова война встреча через год единственный счастливый день среди боев и смертей гибель любимого человека и вся жизнь впереди но без него и в конце кольцо истории замыкается словно связывая поколение на мир пк диски вы найдете 20 минутную демио версию фильма который максимально сохранен сюжетный ряд полный же вариант 50 минут можно найти в разделе авиасим видео 2007 на сайте пилотажное видео вот ссылка тоже возможно работает мир пк диски тысяч седьмой год номер 8 вот такую статью оказывается свое время написал евгений неверов за что ему конечно большое спасибо ну и с вами был роспападжа подписывайтесь на мой канал ставьте лайки задавайте вопросы мы всех вам благ